Вертолет Амурской авиалесоохраны приземляется буквально на пару минут. Времени хватит лишь на то, чтобы принять на борт людей и забросить вещи. Группы быстрого реагирования расследотачивают по всей области. Только своими силами уже не обойтись. Сегодня 50 парашютистов-десантников прибыли из Федерального авиационного центра Рослесхоза. На территории области уже работают более 100 спасателей МЧС из Хабаровска. Мы везем все, что необходимо для длительного нахождения в тайге и эффективной работы в тайге в автономном режиме. В принципе, нам ничего не нужно, кроме доставки пищи. Мы с собой и запас пищи везем дней на пять. У нас здесь спальники, палатки, специальная одежда. Ну и в первую очередь, конечно, оборудование для тушения пожаров. Все эти люди специально обучены тушить именно природные пожары. В лесу они могут автономно провести несколько суток. Сейчас в области действует 17 лесных пожаров. На тушении задействовано более 800 человек. Все эти дни ситуацию осложнял сильный ветер, зачастую просто штормовой. Сегодня он стих, что позволяет хоть немного справиться с огнем. Они идут цепочкой по кромке огня. Первый с помощью ранцевого огнетушителя сбивает пламя. Второй проверяет, чтобы огонь не шел дальше и откидывает леющие ветки. Ранцевый огнетушитель вмещает в себя 20 литров воды. При таком характере пожара это самый эффективный способ тушения. У каждого пожара есть своя татика оттушения. Вот здесь, где леса, беглый пожар, земля еще не протаяла. И он очень эффективно охлаждает кромку. И тушится хорошо. В труднопроходимую местность техника просто не может зайти. Вот и сейчас пожарная машина, которая шла на этот участок и везла воду, увязла вблизи. На помощь пригнали два трактора. Мы применяем еще доставку воды вертолетом в 100-литровых резиновых емкостях. Бывает на подвеске, на вертолетной подвозится кубовая емкость, также резиновая, с воздуха. Вездеходами подвозят воду, также в емкостях резиновых. По-разному, вручную, вот как сейчас носим, пожарными машинами подвозим. Ежедневно, утром и вечером все главы районов докладывают оперативную обстановку в оперативный штаб. В 10 районах Амурской области установлен пятый, самый высокий класс пожарной опасности. Во многом такой сложной пожарной обстановке поспособствовала погода. За весь месяц в регионе не было дождей. При этом дневные температуры доходили до 30 градусов. Тем временем, некоторые местные фермеры не изменили привычки выжигать целые поля, вместо того, чтобы их выкашивать. А контролировать пламя сельхозпроизводителям не по силам. Легче всего отжечь. Несмотря на погоду или еще что, отжечь. Синокосный участок, поле выжать. Вот эту идеологию никак не искоренить. Второе, просто беззалаберность, бесхозность. Районный глав призвали жестко наказывать землевладельцев, на чьих полях возникли пожары. На борьбу с огнем область уже потратила более 60 миллионов рублей. Регион, прошлым летом потерпевший многомиллиардные убытки от наводнения, сейчас ищет деньги на ликвидацию пожаров и планирует обратиться за помощью в резервный фонд.